С момента релиза Плеера анонс Battlegrounds New State прошло уже полугода и на данный момент игра является самой низкооцененной игрой в жанре королевская битва и самым низким и неактивным онлайном. Почему все так вышло? Давайте разбираться. За все эти 9 месяцев и 500 часов игры я разузнал все фишки, достиг ранга победителя несколько раз в сезонах, а также получил очень много халявы от самой же игры. Почему игра не заняла свой трон, хотя в свое время многие блогеры говорили, что она убьет PUBG Mobile, Call of Duty Mobile и даже Apex Mobile? Что за бред? И сейчас мы детально окунемся, как игра чуть не провалилась на самом же старте релиза. Поговорим обо всех проблемах и недостатках, почему многие олды PUBG Mobile не переходят в New State и многое другое. Присаживайтесь поудобнее, подготовьте свой парашют, а мы прыгаем на одной карты трои. И сразу хочу отметить, что я не сторонник PUBG Mobile, Call of Duty Mobile и прочих мобильных батл роялей, так как я не особо люблю играть в шутеры на мобильные устройства. Я православный майнкрафтер и мне не стыдно. И сразу отмечу, что я играю в игру на iPhone XR. И нет, я ни в коем случае не выпендриваюсь, что у меня якобы есть гаджет от яблочных. Я считаю и iOS, и Android лучшие и особенные. И у обоих есть таки плюсы, таки минусы. Хотя на iOS PUBG New State является самой неоптимизированной версией, так как это всем ясно. Ведь разработчики клали все усилия именно на Android устройства. Кстати, по поводу онлайна. Именно катки быстро находят днем по московскому времени. Желательно в режиме отряда от третьего лица. Конечно, не полное лобби в силу 18-48 игроков. А все остальное это глупенькие боты. Но в ночное время игра просто пустеет. Конечно, остаются ютуберы и геймеры. Но с видом от первого лица игра как будто мертва. Надеюсь, вы все поняли и приняли. Приятного вам просмотра. И начнем мы с самого элементарного. История проекта. PlayerUnknown's Battlegrounds придумана ирландским программистом и разработчиком игры Брэндоном Грином. Более известным под псевдонином PlayerUnknown. Брэндон, сидя в баре, из-за неудачной жизни выпивал. Но когда он сидел в баре, по телеку крутили японский фильм «Боевик Королевская битва». Оригинальным писателем книги Таками Косюна, написанной в нулевых годах. Брэндону, конечно же, фильм понравилось. И благодаря вдохновению он начал разрабатывать моды Warma 2. Ну а в дальнейшем создал свой собственный режим, который теперь называется Battle Royale. Многие скажут, что самый первый Battle Royale – это режим в мини-играх в Майнкрафте под заголовкой «Голодные игры». Ведь все так и есть. Ведь фильм «Голодные игры» в 2012 году был самым популярным и самым кассовым фильмом. Конечно, многие админы Майнкрафт-серверов не сидели, сложа руки и урвали свой кусок. Да и сейчас режим «Голодные игры» в разных популярных Майнкрафт-серверах до сих пор остаются популярными. Итак, возвращаемся к Брэндону Грину. В 2016 году в роли консультанта помог воплотить режим «Королевскую битву» в игре H1Z1. А назвали этот проект «King of the Kill». И многие думают, что это самая первая бета-версия PUBG. Но нет. Это всего лишь отдельная игра, которая, кстати, после выхода PUBG была жестко захейчена и погибла. Помянем. Брэндон, в те времена увидев коммерческий успех этого жанра, он начал пилить не модификацию, а полноценную игру под названием PlayerUnknown's Battlegrounds. Игра была выпущена в рамках раннего доступа. И за несколько недель игру играло аж 1 миллион игроков в Steam и было продано 8 миллионов копий. Побил рекорд на пике онлайна, обогнав даже CSGO и Dota 2. Сейчас такую цифру в центре сообщества нигде не увидишь. Но игра все же жива. Средняя онлайн-игры составляет 300 тысяч игроков. Особенно после перехода на фри-то-плей. Ну а дальше все пошло. ПК-версия, лайт, мобайл, консоли, ну и наконец-то NewState. В 2021 году PUBG NewState стала самой ожидаемой игрой на мобильные устройства. Все верили, что игра порвет все чарты мобильного рынка. И я так тоже думал, ведь связано с тем, что я очень сильно любил тематику футуристики. И что NewState вернет тот самый старый добрый ПК PUBG на мобильные устройства. Мое знакомство с PUBG еще началось в 2017 году. И в те времена у меня не было мощного компьютера. Но я смог велеть себе посмотреть стримы у Папича, где он играл в ту самую игру. Вот так, кстати, выглядела игра. Сыроватенько, но очень было лампово. И все это время я очень сильно мечтал играть в PUBG. Но спустя год, а именно в 2018, на свет вышел PUBG Mobile от китайской компании Tencent. Я играл на телефоне у своего старшего брата. И вот оно. Сбылась моя мечта. Портировать ПК-игру на мобильные устройства для меня это было просто что-то с чем-то. После этого мне купили нормальный телефон. И с первого же дня пользования я схожал PUBG Mobile. Я начал играть игру со второго сезона. Время, когда впервые появился Battle Pass и были добавлены побольше косметических скинов. Все еще ностальгирую по тем временам, когда PUBG Mobile была чисто военным шутером, а не MMORPG с клоунскими скинами, чертей из Raid Shadow Legends, тоннами донатой и всяких сторонников YouTube-токсиков. В игре я полностью погрузился. Играл я каждый день, во время летних каникул особенно. Эх, теплые воспоминания. Конечно, онлайн игры не вешеные. Игры бросил с шестого сезона. Годовщина PUBG Mobile. Бросил из-за того, что игру превратили в какой-то цирк. Все эти странные ивенты, убогий Battle Pass, меня просто отвращали. Из-за этого я покинул игру. И спустя 2 или 3 года я решил снова вернуться в PUBG Mobile. И вы не представляете, каким я лицом смотрел на все это. Изменившийся интерфейс, куча скинов, новые карты, тонны доната. В это время у меня просто челюсть упала. И сразу же удалил игру. И я подумал, как разработчики умудрились так обосрать игру. Рекомендую их, говно. Оно самое полезное для зубов. Хотите посмотреть? А люди в это время схавали. И кушали контент от китайцев. Многие олды и адекватные ютуберы негодовали все эти решения с Tencent. И покинули игру, переезжая в другие игры. Кто-то переходил в Code Mobile, кто-то в Fall Guys, а кто-то вообще в Brawl Stars или Free Fire. Единственная адекватная версия PUBG это были PUBG на ПК, консоли версии и Lite версии. Я, кстати, лично играл в PUBG Lite на ПК. Но, как все уже знают, игра закрыта. Это печально. Тошные причины закрытия все еще остаются загадкой. Но по решению Крафтон было трудным решением. И я все еще не понимаю, как Крафтон умудрился так пробить дно к своему же комьюнити. Ведь даже в Lite версии игры была активная комьюнити. Очень странно. Но вот, в феврале 2021 года случилось то, чего никто не ожидал. А именно без всяких объявлений или новостей вышел тот самый трейлер PUBG New State. Все были просто в восторге от трейлера. Хотя это был полу-синематик и полу-игровой трейлер. Лол. Все пользователи интернета с пены и у рта орали, что игра убьет все мобилии Battle Royale. И спустя 6 месяцев, в июле 2021 года, Крафтон сообщила, что игра превысила 20 миллионов предзаказов. И тем более в Google Play. И если честно, по меркам этого времени, такие цифры были огромными. Особенно для мобильной игры. Также стартовал альфа-тест. И когда я увидел геймплей игры, я как-то не был особо впечатлен. Графика, что ли, топорная? Геймплей то, что такое же? Нет. Вовсе не так. Я чувствую, как будто это одна и та же игра. Но с новыми механиками. И что игру разрабатывают оригинальные разработчики PUBG. Ожидания в это время у меня как-то стали туманными. Но я подумал, что нельзя судить игру по альфа-тесте. Так как судить игру еще в раннем доступе, это, если честно, полная глупость. За это я мог полностью простить. В сентябре игра превысила аж 50 миллионов предзаказов. И, наконец-то, в это же время разработчики выпустили предварительный заказ и на App Store. Побили рекорд предварительных регистраций во всем мобильном рынке. И, наконец, момент истины. Игру хотели выпустить осенью 11 октября. Но разработчики перенесли на ноябрь 11. Из-за этого, кстати говоря, и произошел весь этот негатив к сторону PUBG New State и компании Крафтон. Но я в это время не расстраивался, потому что я тут еще терпила, блин. И вот, в ноябре 11 числа, наконец-то, на свет выпускают ту самую долгожданную игру. О, да. Самый первый релиз игры. Лучше забуду этот релиз как страшный сон. С первого же дня релиза. Игровые сервера просто-напросто не выдержали наплыв игроков. С первого же дня релиза, Карл. Из-за этой ситуации игру чуть ли не захейтили. И не отпустили до параши. И технические проблемы, которые решались за 12 часов. Подбор был долгим. У некоторых вообще не захотело в лобби. Награды невозможно было взять. А за возврат средств тебя вообще могут забанить на 100 лет. Крайне не рекомендую нажимать на эту кнопку, так как это гарантированное самоубийство своего же аккаунта. Ну и, конечно же, скины. Ну куда же без них. Именно из-за этой причины игру массово негодовали. За эти клоунские скины. Ведьма-гитаристка, костюм Фури, собакупляющийся банан. Именно из-за этих проблем люди массово покидали игру. Остались только те, которые верят, что Нью-Стейт будет встать с колен. Кстати, про контент. В самой игре контента в игре просто ноль. Скучные ивенты, скучные обновления, где только добавили карду на ТДМ. Однообразные миссии в батлпассе, куча багов, ботов и тому подобное. Но в целом мы получили хоть какой-то качественный продукт. Ну на костелях, конечно. А теперь расскажу о самом главном проблеме игры. А именно контент. Контента в игре, если честно, очень мало. Две карты королевской битвы и четыре ТДМ-карты. И начнем мы с карты королевских битв. Трой. Это эксклюзивная карта в игре PUBG Нью-Стейт. В целом карта и детализация острова выполнена очень качественно. Много всяких приколюх, трамваи, взаимодействия между предметами в специальных локациях, узнаваемые локации второй или третьей катки и очень красивая и насыщенная палитра. В общем, карта получилась очень удачной. Ну а второе это Эрангель. А именно Эрангель 2051. Это та же самая карта, которую мы видели уж сотый раз. Это переделанные версии Эрангеля. Самые первые карты по Air Announce Battlegrounds. Только на сеттинг темного будущего, кругом разваленные дома, запытые в семи места и, конечно же, новые локации. По сути, это та же самая карта и с 2017-го. Нечего удивляться. А теперь карта ТДМ режима. И первая это Станция. Это ни в чем не примечательная обычный командный дезматч 4 на 4 игроков. Выиграет та команда, набравшая 40 убийств. Вторая это Арена. Тут уже поинтереснее. Выиграет та команда, которая убьет всех своих соперников. Тут, кстати, сужается синяя зона. А в середине карты расположен дроп с ценными вещами. То есть хорошее оружие и броня третьего уровня. Третья это Путепровод. Один из самых скандальных карт среди комьюнити Ньюстейта. Из-за этого начался наплыв ухода из игры. А люди хотели новую карту в Королевской битве. Ведь не забываем, что PUBG ассоциирована чисто над жанров Королевская битва. А тут разрабы очередной раз выкатывают карту для ТДМ режима. Путепровод точно такая же, как и Арена по механикам. Но карта стала большей и открытой. А перестрелки это тупо мочило вас со снайперскими винтовками. И все мы знаем скандал с багом в Путепроводе. Кстати, разоблачение Барри есть на правом верхнем углу. Там все кратко и подробно объясняю. Ну а проще говоря, Путепровод не всем зашло. Ну кроме бага юзеров. Боже, упаси господ от этих крыс. Ну и последняя на данный момент карта в ТДМ режиме. Это выставочный зал. Это прям огрызок одной из локации Троя под названием Exhibit Hills. Если честно, я не был в восторге. А наоборот смеялся до слез. Так схалтурить карту и сделать из него огрызок, это, мягко говоря, полный капсдец. Уже полгода прошло, а новой карты все нет и нет. Ведь не у всех же нервы железные. Ибо вспомните хотя бы PUBG Mobile, где за 2-3 месяца до релиза выпустили Miramar. Кто-то скажет, что это порт. Да, это просто порт. Из ПК версии. Но блин, разработчики-то не додумались хотя бы добавить этот сраный санук с сеттингом Newstata. Ну хотя бы санук, ё-моё. Знаю, друзья, слышится абсолютно глупо. Но в интернете всё ещё гуляют слухи о том, что добавят карту Африка. Мда. Но нет. Ведь разработчики и добавили ещё новый режим под названием Extreme. Это те же самые карты Королевских битв. Только матчи проходят довольно быстро. И если честно, всем это уже надоело. Ладно, для динамических матчей сойдёт. Но даже в Extreme не б лишало какого-то контента. Ну кроме контейнеров с аирдропом. Про Battle Pass тоже самое. И если первое до пятого Battle Pass хотя бы был какой-то сошный контент, то начиная с шестого Battle Pass всё и началось. Скучные однотивные задания. Скины Battle Pass деградировали. Сейчас это вообще трэш. Миссию сюжетных персонажей вообще скопипастили из предыдущих Battle Pass. То есть, найди то, где лежит в сортире, всё в этом духе. И ладно, хотя бы с каждыми обновлениями добавляют новые пушки. И новые виды кастомизации. Хотя бы это хоть с какими-то шансами спасает игру от гибели. Недавно, кстати, добавили эксклюзивный дробовик. Если честно, она ну уж чертовски имбалансна. И если ты встречаешься с квад с такими дробовиками в TDM режиме, то знаешь, что всему твоему складу хана. А если ещё и с модификатором на автоматический выстрел, то вообще гага. Модификации оружие хотя бы даёт какую-то разнообразность. И тебе складывается вот такое впечатление и мысль. Хм, а попробуй ещё и другую модификацию. Только на этот раз с мутантов 47, например. Конечно, у зеревого игрока New State это всего лишь жвачка. А пробовал новую модификацию и всё. Больше ничего нового. Про скины это уже совсем другой разговор. Разработчики, вы нам обещали чистую военную тематику, да? Тогда на какой чёрт вы добавляете гачи-пса, дельфина Джотару, мишку Фредди и прочую детскую клоунскую хрень? Были, конечно, и удачные скины. Такие как Римак, Макларен и Ния. Ну а всё остальное это детский хлам. Я всё ещё мечтаю хотя бы получить этот плащ из классической PUBG. Для некоторых эмоции это вообще бесполезная вещь. Большинство эмоций взяты из ПК-версии PUBG. В интернете не первые и не последние ролики гуляют о сравнении тех же эмоций из New State и ПК-версии. И я со всеми блогерами New State абсолютно согласен. В плане контента игры одновременно и скромное, и бедное. Именно это и есть самая главная проблема игры. Минимальное количество контента. Кстати, некоторые фишки, такие как система дрона, разведчика или доставки, были скоммунист-жены у Warzone. А склотные шиты вы прекрасно всё понимаете. Система призыва мёртвого товарища тоже был взят из другой игры. Хотя не особо всё и вся. Не скоммунист-жен, а взаимствован. Чтобы оживить товарища, вам потребуется 1200 валют и скатки. Купить зелёную ракетницу, вызвать дрона и стрелять в небо. Единственный минус призыва товарища, это, конечно же, неуправляемый парашют. Сделана она, ну, очень криво. И из-за этого вражеский отряд могут убить бедолога прямо на небе. Таковы вот дела. Ивенты, кстати, тоже выполнены очень бедно. Вот, например, чтобы взять эти жетоны на мини-игру, где тебе дают награды, ты должен задрудить, ну уж, огромное количество часов. А в мини-играх с наградами чисто решает рандом и твоя удача. Кстати, друзья, а вы не замечали в трейлере новой TDM-карты в том, что разрабы играют с триггерами Asus Rock One? Ну так вот, в официальном паблике ВК по New State выпустили пост о честном игре. Мы против триггеров, эмуляторов и тому подобное. Пост, кстати, 15 февраля 2022 года. А в трейлере сами же использовали триггер. Лицемерие? Вы абсолютно правы. И еще разыгрался скандал, где официальный партнер Asquad'а не стесняясь подрубает софты для подключения мышки и клавиатуры в New State. Ага. Если он играет через софты, то почему разрабы не выпустили специальную версию для ПК-юзеров? И почему его не выгнали из партнерки, а? Так онлайн бы в два раза вырос. То есть мобильные юзеры будут перенаправлены в отдельный сервак, где играет на мобилу, а ПК-бояре будут перенаправлены в отдельный сервак. Но, к сожалению, такого никогда не произойдет. Ведь они за православную честную игру. Печально, а ведь благодаря эмуляторам некоторые проекты все еще живы. И спокойно стоят на ногах. Такие как Call of Duty Mobile, PUBG Mobile и многое другое. Второй из самых главных причин, почему New State загнивает, это, конечно же, оптимизация. У Android-юзеров все идет как по маслу. И это вполне приятно. Но я хочу поговорить о iOS-юзерах. Но, точнее, пользователей iPhone. Многие радикальные блогеры по New State прям заорали, что все, которые пытаются запустить игру на iPhone 7, телефон 2016 года, кстати, чистые глупцы. И да, это глупо, запустить игру 21 года на старом телефоне. Но, боже, люди, неужели вам настолько плевать на оптимизацию, что вы начали еще и обсирать iPhone 7-юзеров? А для того, чтобы попросить оптимизировать игру от разраба, вы просто наплевали. Да и сейчас оптимизация на iPhone вообще не сладкая. При загрузке очень много файлов, резкие фрезы, баги, которые ломает весь геймплей, нагрев и прочее. И еще раз повторяю, я не выпендриваюсь. Я играл на iPhone XR. Даже на 13-м iPhone игра умудряется лагать, фризить и вести себя неадекватно. Именно из-за этого случая я играю на минимальных настройках графики. Хотя телефон может спокойно тянуть даже на максимальных настройках графики. Видимо, разработчикам настолько плевать на iOS-устройство, что они клали все усилия именно на Android. У некоторых вообще после нового обновления перестала запускаться игра. В буквальном смысле, не запускалась. И да, вот этот значок, который вы видите на экране, это не проблемы с твоим интернетом. Это проблема буквально всей игры. И эту проблему, кстати, все еще не исправили. Претензий по поводу оптимизации много. Но на общем плане пейзаж и окружение выглядит очень красиво. Особенно для мобильной игры. Да, некоторые текстуры мыльные. Ради оптимизации, конечно. Вспомните хотя бы релизную версию PUBG Mobile. Там тоже было мыльно. И оптимизация была полным говном. Но даже за малое количество времени они тут же исправили это недоразумение. А неустые-то, что полгода прошло, а оптимизации и графони вышли из чата. Сравним. Tencent компания миллиардер. Крафтон тоже. Тогда на какой черт эти корейцы не наняли опытных программистов? Непонятно. Надеюсь, что скоро времени оптимизации пофиксят. Конечно, мечтать не вредно. И на счет того, что фишки в играх это очень прикольная деталь в каждых играх. И нет, это не фишка в казино. Не в буквальном смысле. Фишки в видеоиграх это интересные механики и увлекательный разнообразный геймплей. Геймплей очень сильно играет в главную роль самой же игры. И даже игра в плане без сюжета, то фишки игры все еще остаются интересным процентом. Так, например, и было в New State. Пока все это время фрифайерщики и пункмобайлеры срались из-за двери, то в New State интересных фишек было довольно много. Физика ломания дверей, где не просто исчезают за выстрелы, а распадаются по кусочкам. Деревянные заборы ломаются при стрельбе, гранаты и столкновения техники. И не только заборы, но и даже гидранты, деревянные будки, знаки дорожного движения, стоки сена, двери автомобилей и даже пугало, чтобы отпугивать от нежелательных гостей сына фермера. Передаю привет Барри. Некоторые из этих фишек даже нет в ПК-пабге. Стрельба, кстати, тоже пришла из ПК-версии, что не может радовать. Многие игроки ругали игру из-за ужасной стрельбы. И да, я согласен, стрельба довольно спорная тема. Но давайте я вам покажу сравнение оружий, и вы почувствуете разницу. Продолжение следует... Есть еще и мелкие взаимодействия между предметами. Такие как кража денег из сейфа... Блин, обокрали. ...взятие оружия в гарнизоне или в честере, звон колокола в церкви, локации кладбища... В общем, карта Трои очень много взаимодействий между предметами. Кстати, блин, вороны. Такая вот интересная фишка. Короче, расскажу историю. Иду я спокойно в другое место, а там резкий... Я с первого же раза чуть не наложил штаны. Но деталь тоже прикольная. Передает хоть какую-то атмосферу. Недавно, кстати, добавили фишку горения травы от коктейля Молотова. Если честно, выглядит довольно сносно, но зато кемперы в кустах долго не будут сидеть. Но как новая механика и фишка выполнена очень достойно. Также есть встроенное радио в транспортных средствах, где присутствует три официальных саундтрейка из PUBG New State. Музыка из трейлера игры. Ice Nine Kills Hunting Season. И музыка из главного меню. Мелочь, а приятно. Кстати, почему игроки в PUBG Mobile не хотят переезжать в New State? В этом есть три причины. Первая причина, почему игроки не переходят в New State, это то, что они уже давно привыкли к старому. И нет, это не синдром утенка, а чистая правда. Некоторые игроки остаются в PUBG Mobile, так как они с давних времен привыкли. А ведь да, некоторые игроки остаются в своих старых проектах. Чтобы не потерять своих друзей, прогресс или, может быть, даже аудиторию. Так как для освоения игры уйдет, ну, уйма времени. Я, кстати, был игроком Call of Duty Mobile. Переехал в New State из-за того, что Code Mobile стал не таким, как прежним. Говорю про Battle Royale Code Mobile. Во второй год общине полностью обосрали этот режим. И что игра и Battle Pass стала, ну, очень однообразным. Вторая причина, это, конечно же, хейт в сторону игры. Есть люди, у которых вообще не понравились новые фишки New State. Кому-то дроны не понравились. Как будто вообще физику разрушения. Боже. Многие игроки PUBG Mobile судят New State из-за того, что она стала очень нагруженной. Не тот PUBG, хотя Mobile уже давно перестала быть похожим на тот старый добрый PUBG Mobile. И про те новые фишки игры, которые я сейчас перечислял. Ну, а третья причина очень примитивная. У них просто не тянет PUBG New State. И нет, я не смеюсь. Эта ситуация очень распространенная. И я надеюсь, что люди, которые когда-то мечтали переехать или просто попробовать PUBG New State, будут поиграть. И я ни в коем случае не оскорбляю людей, у которых слабые девайсы. Главное, что у них есть гаджет общения и переписок. Еще я встречал неких PUBG Mobile, которые сравнивали New State с Free Fire. Есть даже видео о том, как они сравнивают эти две разные игры. Но, блин, какого хрена вы сравниваете эти две игры? Любой адекватный геймер знает, что это совсем другие игры. С фишками и причинами мы разобрались. А теперь идем дальше. Если вы думаете, что комьюнити PUBG самое приятное, то вы глубоко ошибаетесь. И нет, я не говорю про ПК PUBG, где в каждой хатках встречаешь дружелюбных дядей. В New State с самым же релизой игры, комьюнити была, ну уж, очень доброй, чем PUBG Mobile. Пояснять за комьюнити PUBG Mobile. В мобайле комьюнити состоит из подростков-токсиков, которые только и шарят за эти клоунские скины. Смотрят за КД, дрожат на очередные помойные батл-пассы. Бэкует якобы призывает тебя сыграть один на один, либо поясни за слова. В общем, комьюнити PUBG Mobile самое токсичное из всех мобилей шутеров. И тем более в жанре батл-рояль. А вот New State... Трудная все-таки история. Все мы прекрасно знаем ту страшную ситуацию с Россией и Украиной. И нет, я в никакие стороны не поддерживаю. Зайдите хотя бы в локальный СНГ-чат. И там творится, ну прям, дикий срач. Не только на тему КД или кланов, но и политосрачи. И если ты, как я, каждый день видишь, как люди срутся друг с другом, например, в Телеграме, то в New State прошу любить и жаловать. Цирк! Не-не, ну ничего же это не напоминает. В общем, даже в катках, когда начинается матч, люди буквально без всяких причин обзываются друг с другом. Через общий голосовый чат. Тема про политику, обзывание о том, что ваш сквад это криворукие боты, обзывание, когда тебя убивают, все, что есть в этом игре. И если вы не любите срачи, то просто выключите общий микрофон к чертям. Всем советую, даже тебе. Неадекватов полно. Неадекваты есть практически во всех онлайн проектах. И не только в онлайн, но и даже в одиночных играх. Я не советую лезть в такие вот срачи. И сейчас я вам расскажу историю о том, как я встретил токсиков в сквадах. Примерно два раза. Как-то раз во втором сезоне, где я спокойно решил играть с рандомами, в моем скваде были русский, украинец и казах. Казах в это время просто выключил микрофон. Но все происходящее якобы слушал. Так вот, когда мы зашли в матч, то на моем скваде единственный. Мой сквад ссорились друг с другом. А кто ссорится? Конечно же, русский и украинец. Ну, политосрачи, господи. И спустя пару минут каток, примерно 18-20 минут, они срались друг с другом в голосовухе до сих пор. Боже, они даже не останавливались. Винили тем более меня, что я якобы не умею играть. После этого казах вышел на связь в голосовухе. И переказывал этим двум мелким палитатам заткнуться к хренам собачьим. И что произошло? Конечно же, лаяли на казаха. И в общем, как мы избавились от этих двух токсиков? Мы с казахом договорились в текстовом чате убить этих двоих гранатами. Жаль, что в игре нету фредли файера, как в ПК Павге. И когда в матче остались примерно 20 игроков, мы этих обоих убили гранатами. И после этого у обеих случился нервный срыв. Но казах им ответил следующее. Я устал слушать ваши политические срачи. Спустя две минуты они наконец-то ливнули из катки. И господи, как же было тихо и спокойно. С тех пор мы с этим казахом подружились. И вместе мы спокойно играем. Ну иногда, конечно. Кстати, после убийства этих двоих мы заняли топ-1. А эти двое то ли разошлись, то ли все еще ссорятся. Короче, друзья, как говорил один мудрец. Не дай бог, чтобы я в будущем политиком стал. Лучше буду своих сыновей или дочерей географию учить. Или историю стран. Философ Андрей Шаран. Смотрите и учитесь мои политаты. Да-да-да. Итак вот, вот так все и произошло. Вторая встреча с токсиками была в подворье групп игроков. Думал, что они адекватные люди. По голосу они были 30-летними мужиками. Однако, когда я зашел, сразу три человека на одного игрока быканули. Тем более, это был мой сквад. Якобы из-за того, что он выглядел как-то некрасиво. Ясное дело, они обзывали его ботом. Один вообще сказал встретиться с ними вживую. И все-таки, как хорошо, что я обошел этот конфликт стороной. В общем, как все и произошло. Они умрили от рук от того же человека. Сами нафраерили и сами же попали в могилу. Ну а больше таких людей в катках не встречал. Но в локальном чате всегда творится какой-то срач. Только и умеет дебила обсирать других людей в играх и в интернете. А в реальной жизни они ни к чему не добились, кроме сидя и троллей игроков. Сейчас комьюнити вроде успокаивается. Всегда встречаю приветливых игроков, особенно участники клана. И даже рандомные игроки ведут себя очень адекватно и дружелюбно. И самый огромный плюс, что большинство людей не сутят за наличие каких-то скинов. Что не может не радовать. А так, вкратце, комьюнити 50 на 50. Шанс встретить нормальных игроков равен 50%. Даже во время проигрыша они меня не посылали куда подальше. Достоин ли проект вашему вниманию? New State глубоко не идеальная игра. В игре есть так и плюсы, так и минусы. Но чисто катать с друзьями это тот еще кайф. Да, в игре очень много недочетов. Да, контента в игре мало. И самое главное, что разработчики более открыты к своему комьюнити. Вот, они даже извинились перед своей аудиторией, что карта якобы задерживается. Связана она с тем, что они ни в коем случае не хотят выпустить багованную карту. И как по мне, это очень правильное решение. Итак, стоит ли играть PUBG New State? Ну, это ваш выбор. Ваше решение. Как мобильная игра, просто среднячок. 5 из 10. И хорошо, и плохо. А так, если взглянуть детально, все выглядит просто потрясающе. Но как Battle Royale, ну очень медленное. Хотя, многим людям этот медленный темп игры нравится. Все это время ты планируешь, лутаешься, кемперишь, куда же без этого. И из-за этого, людям нравится PlayerUnknown's Battlegrounds. Хотя, есть и вообще безумные игроки, которые бегают с одним лишь автоматом и выносят весь сервер. Но, я таких игроков никогда не встречал. Если взглянуть игру без всяких косяков, и не обращать на клоунские скины, New State в своем планке очень хорошо держится. Конечно, повторяю, не особо идеальная игра, но на пару вечеров игра очень сильно заходит. Но с точки зрения всего этого, разработчикам потребуется уйма времени, чтобы все это исправить. Игра поддерживается, каждый месяц обновляется. Стоит ли играть? Ваш выбор. И так, кстати, по поводу всего происходящего. Я отношусь ко всему абсолютно нейтрально. Не поддерживаю, не участвую в конфликтах, просто живу как есть. Также вопросы колледжа, хотя вам абсолютно это не интересно. В общем, позиции я все вам рассказал. Спасибо вам за внимание. Всем удачи и всем до свидания. До скорого.